Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем ролике хочу поделиться с вами своей находкой. Это заварной апельсиновый крем. Готовится он достаточно просто, но вкус крема превосходит все ожидания. Для крема нам понадобится 3 ароматных апельсина, белый сахар, сахар с натуральной ванилью, 3 желтка, крахмал и сливочное масло. Все ингредиенты, кроме масла и апельсинов, помещаем в сотейник и тщательно вымешиваем так, чтобы разошелся крахмал и отставляем в сотейник ненадолго в сторону. Далее с помощью мелкой терки снимаем апельсиновую цедру с одного апельсина и эту цедру будем использовать в креме для яркости вкуса. После этой несложной процедуры нужно выжать сок из трех апельсинов. Для этого разрезаю каждый апельсин пополам и тщательно выжимаю сок из каждого настолько, насколько это возможно. Либо при наличии соковыжималки воспользуйтесь ей. Свежевыжатый апельсиновый сок нужно пропустить через мелкое сито, чтобы избавить массу от косточек и лишних частичек апельсина. В моем случае из трех апельсинов получилось 240 мл свежевыжатого сока. Сок переливаю в сотейник с остальными ингредиентами и тщательно все вымешиваю до однородности. Добавляю апельсиновую цедру в эту массу и ставлю сотейник на средний огонь, постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело ко дну. Температура комфорки не должна быть сильно высокой, иначе свернется желток. По мере нагревания масса начнет загустевать благодаря крахмалу и желтку и станет вот такой кремовой консистенцией. Далее снимаем сотейник с огня, добавляем в него все масло и даем немного разойтись. Массу необходимо вымешать до однородности. Поначалу масло и заготовка крема будут немного расслаиваться, но спустя 30 секунд перемешивания все объединится. По итогу крема получается около 300 грамм. Крем очень нежной консистенции, как и все заварные крема. Но вкус и запах крема это что-то невероятное. Сочетание свежевыжатого апельсинового сока и нотки ванили отныне полюбились мне еще больше. Это просто находка. Такой крем для тортов или для других кондитерских изделий будет актуален всегда, особенно этой зимой в новогодние праздники. Также рецепт является универсальным, потому что вместо апельсина можно использовать иной цитрус, грейпфрут или мандарин. А в следующем видеоролике покажу вам то применение, которое я нашла для крема. И чтобы не пропустить новые ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и наслаждайтесь просмотром. Не бойтесь пробовать что-то новое. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok